МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что происходило в минувшие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Республика отметила 24-й день рождения. В честь праздника лучшие работники получили ордена и почетные грамоты, а в селе Макетчик открыли новый Дом культуры. Виктор Зимин еще раз подчеркнул, рудники в Абазе и вершине Тюи не закроются. Также он дал понять неназванным провокаторам, что твердо стоит у руля власти. Выпил, сел в тюрьму. С 1 июля ужесточилось наказание для пьяных водителей. Детали этого и других нововведений объяснит эксперт автоинспекции. Так будет ли перерасчет? Судя по ответу жилой инспекции, не всем жителям Черногорска стоит рассчитывать на возврат денег. Доброе сердце Хакасии помогает особенным детям. Нуждающиеся семьи получили возможность отдохнуть на одной из популярных турбаз Таштыбского района. Олимпийская надежда Хакасии, завоевав бронзу первых европейских игр, Саяна Сагатаева ставит перед собой новые цели. На этой неделе нашей республике исполнилось 24 года. Свой день рождения Хакасия встретила тихо, без широких народных гуляний, которые были отменены ввиду апрельской трагедии. Дату отметили лишь торжественным собранием в Драмтеатре, где собралась политическая и культурная элита Хакасии. Впервые официальное мероприятие открывается гимном Хакасии. Его утвердили несколько месяцев назад, и теперь у республики полный набор государственных символов. Самостоятельным субъектом наш регион стал 24 года назад, когда совмин РСФСР пошел навстречу Хакасии и изменил ее статус с автономной области на республику. Этого добивалось не одно поколение хакасской элиты, ведь подчинение Красноярску сдерживало развитие области. Вот что вспоминает об этом Владислав Торосов, который в знаковом 91-м был первым заместителем руководителя обкома. Проблема, она была выстрадана, выстрадана, и народ хотел предпринимать, чувствовалось, что скованы были. Край сковал нас. Поэтому это событие, когда состоялось, когда Верховный Совет России, скажем, принял закон о преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую АССР. Значит, то есть тогда было автономное. То, конечно, это было огромное событие. Мы получили сразу большой рывок. Ну а затем было чествование тех, чьими руками и головой создается будущее республики. За многолетний труд и достижения государственные награды получили люди разных профессий. От машиниста-экскаватора до библиотекаря и эколога. Александр Кужаков удостоен почетной грамоты президента России за ликвидацию последствий прошлогоднего паводка в Абазе. Это заслуга не только моя лично, но заслуга в целом и моего коллектива, отряда противопожарной службы номер 6, который охраняет Амташтыбский район и город Абаза. Личный став у меня очень сплоченный. Практически у нас люди с коллектива уходят только на заслуженный отдых. Праздник республики Хакасия, наверное, он самый главный для любого жителя Хакасия. Но тем не менее, коль такая трагедия случилась в этом году в связи с возникшей стихией, с пожарами, ну такого, наверное, как сказал глава республики, масштаба не будет. Но каждый, я считаю, справится достойно День республики. Завершилось торжественное собрание концертом, который дали лучшие артисты республиканской филармонии и актеры национального театра. 24-й День рождения состоялся, но теперь начался отсчет для подготовки к следующему. А он будет для Хакасии юбилейным, четверть века. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. Глава Хакасии на торжественном собрании сделал ряд важных заявлений. Он еще раз заверил, что все погорельцы получат жилье и подчеркнул, несмотря на ущерб от пожаров, экономика будет развиваться. Прежде всего, речь идет о промышленности. Завод по производству металлического марганца, который планируется построить в Туиме, будет отвечать требованиям экологической безопасности. А рудники в Абазе и вершине Тюи не закроются. Как заверил Виктор Зимин, о проблеме известно на самом высшем уровне. Стратегически важной целью является сохранение рудников в Абазе и вершине Тюи. Нашу позицию в этой части поддерживает президент России. Будем дальше действовать в этом направлении. Я задал президенту этот вопрос уже второй раз. Он лично мне обещал, что он переговорит с собственниками Евраза. и был вынужден подписать письмо им на федеральное управление, на федеральный фаз и Министерство промышленности Российской Федерации. Мы ни в коем случае не позволим закрыть этих два градообразующих предприятий. Также Виктор Зимин коснулся темы, связанной с чередой скандалов во властных структурах. От прямых обвинений он воздержался, но призвал не поддаваться на провокации и думать не о себе, а об интересах республики. Мы обязательно добьемся успеха. Только одна большая просьба. Пожалуйста, не обращайте внимания на разного рода болтунов, провокаторов, которые с таким остервенением, не скрывая удовольствия, поливают грязью всю республику. Говоря о главе, плохо говоришь, как будто о всем народе. И не потому, что это Витя Зимин, это потому, что он избран. Вспаламутили всю республику. Ни на чем. На ровном месте. Интрига, шантаж, взяточничество. Простите, что в этот день приходится говорить об этом, но это наша земля, мы ее должны защищать. Я вот благодарен сегодня словам Татьяны Владимировны, она очень четко это все выразила. Только одна с вами зависит, насколько мы можем идти вперед, гордиться этой землей, чтобы они нам не мешали. Для этого должна быть действительно команда. Со среды езда в пьяном виде наказывается не только штрафом, но и реальным сроком. Поправки, ужесточающие наказание для убийц за рулем, наконец вступили в силу. От двух до семи лет такое наказание определяет закон. Как это повлияет на ситуацию с аварийностью и что еще изменилось в правилах, об этом мы поговорили с представителем управления ГИБДД Хакасии Владиславом Лапутиным. Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте. Итак, вот одно из таких обсуждаемых нововведений это ужесточение наказания за езду в пьяном виде. Как вы думаете, вот в Хакасии теперь, как это изменит ситуацию? Допустим, вот первый день отработанный, он принес уже три таких факта. То есть повторно люди, ну, скажем так, некоторые, они как управляли, так и продолжают управлять. В любом случае, более жесткая ответственность, здесь получается уголовная ответственность, она, ну, должна как-то повлиять на ситуацию. Установлено наказание от двух до семи лет, насколько я понимаю, да? А на ваш взгляд это не слишком мало? И может ли вот такой срок остановить злостного нарушителя, которому ничего не стоит выпить и сесть за руль? Семь лет это идет за нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспортных средств, повлекшие причинение вреда, смерти потерпевшему. Вот. Поэтому, а два года, это минимальный срок, это самое простое, скажем так, самое простое наказание, но самая жесткая санкция именно в статье, в новой статье 264, прим. 1, которое предполагает, значит, наказание за повторность. То есть просто человек выпил и сел за руль, вы его поймали два года уже сразу? Да. То есть здесь, в общем-то, люди должны знать еще один момент. Повторность, либо судимость, которая будет инкриминироваться, значит, в данном деянии, она у нас имеет такие, скажем так, размытые сроки. Начало для всех одинаковое, это вступление постановления или приговора в законную силу, а вот окончание, это довольно-таки оно отдалено от момента начала течения срока повторности. Для административных наказаний оно заканчивается, значит, истечением одного года после исполнения постановления суда. По судимости там погашается судимость, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством здесь, как бы, тоже очень, скажем так, большие сроки, потому что лицу, которое причинило смерть в результате ДТП и находилось в момент, значит, происшествия в состоянии опьянения, может быть назначен основной вид наказания в виде лишения свободы, а дополнительное наказание, оно будет течь только после, это в виде лишения права управления, только после исполнения основного вида наказания. То есть тоже это минимум три года, потом три года лишения права управления, это уже шесть лет, ну и еще какой-то срок там после исполнения этого, еще судимость, она будет не погашена. Теперь водители могут сами отгонять автомобиль с места аварии. Как вы думаете, как это изменит ситуацию, как у нас будет действовать в АПК? В большинстве случаев люди, значит, вынуждены ждать приезда сотрудников ГИБДД, потому что уехать они до 1 июля не имели права, это наказывалось в административном порядке штрафом. Сейчас, если у них нет необходимости оформления этого происшествия, ну, в общем-то, скажем так, грубо говоря, один там другому заплатил с учетом, значит, ущерба, причиненного, и они могут это место покинуть, естественно, не заявляя никуда. Это происшествие у нас никак не пройдет, учтено не будет, ну и, соответственно, прогнозируется как бы снижение статистических показателей. Пешеходы у нас теперь обязаны иметь цветоотражающие наклейки при переходе в темное время суток, как я понимаю, за пределами города, села и так далее. У нас это будет как-то строго контролироваться? Ну, в любом случае контролироваться это будет, и с учетом того, что в таких происшествиях, как правило, последствия очень тяжкие, потому что водители в ночное время не успевают просто среагировать на движение пешеходов. Спасибо вам за интервью, всего доброго. В Черногорске клиенты компании «Теплоресурс» не первый год добиваются перерасчета, однако не всем стоит на него рассчитывать. Об этом заявляют в жилой инспекции, которая получает немало жалоб от потребителей и проводит по ним проверки. Максим Соболев продолжит. Проблема в том, что массово делать такой перерасчет «Теплоресурс» отказывается, поэтому каждому потребителю необходимо обращаться в суд. Однако не все черногорцы готовы к тяжбам. Администрация Черногорска на стороне населения и периодически грозит пальцем в сторону коммунальщиков, но тем хоть бы что. История длится не первый год, и вот теперь она приняла совершенно другой поворот. Госжилой инспекции уверена, перерасчет, а правильнее говорить, корректировка платы за тепло не всегда выгодна. По итогам последних проверок этой службы, наоборот, ряду потребителей вместо того, чтобы ждать денег от теплоресурса, наоборот, придется ему еще и доплачивать. Корректировка может быть как в плюс, так и в минус. Поэтому по конкретному дому, по каждому ситуация может быть различная. Поэтому, когда собственники обращаются в жилищную инспекцию и уверены почему-то, и, допустим, администрация города Черногорска может в какую-то часть, уверена, что корректировка будет в минус, это не всегда подтверждается. В части случаев это не подтверждается, и корректировка в плюс, и она законно выставлена. Поэтому единственный законный способ, который возможен, это тем, который идет в государственная жилищная инспекция. Мы проводим проверку по обращению граждан, если нарушение действительно устанавливается, мы выписываем предписание. Если предписание не исполняется, материалы подготавливаются, передаются в суд для привлечения к ответственности руководства теплоресурса. Другого законного пути мы не видим. Более того, в жилинспекции уверены, глава города Василий Белоногов, который и на совещаниях поручал теплоресурсу вернуть деньги потребителям, вводит людей в заблуждение. Черногорским властям следует принять новые нормативы по теплоснабжению. Это позволит теплоресурсу начислять адекватную плату за тепло и, наконец, покончить с неразберихой в отношениях предприятий и его потребителей. В эфире Вести Хакасия события недели, и мы продолжаем. В Алиматкейчикбейского района состоялся двойной праздник. День республики и День села там отметили открытием нового ДК. Увидеть его захотел сам глава Хакасии. Любое село без социальной инфраструктуры обречено на угасание. Мы трезво это понимаем, поэтому последовательно реализуем государственную программу, направленную на социальное развитие села. И будем продолжать это делать в будущем. Виктор Зимин не только поздравил жителей, но, как и полагается, на новоселье привез подарки – новый широкоэкранный телевизор. Затем глава осмотрел помещение. Всего на строительство было потрачено 15 миллионов рублей, и затраты соответствуют результатам. Это отметил не только глава Хакасии, но и сами жители. Я смотрю, кресла тоже укомплектовали сразу, видимо. Хорошие кресла и зал. Хороший объект современный получился у нас. Наверное, даже в республике нигде такого объекта, наверное, нет. В маленьких деревнях имеется в виду. Большое фойе, комфортный зал, красивая сцена. По словам местных жителей, теперь это без преувеличения – главная достопримечательность деревни. Здесь будет библиотека, различные секции для женщин, детей и даже мужчин. Планы на будущее грандиозные. Кружок хозяюшка. Меняться рецептами, какими-то блюдами. Потом организовывать. Кому за 40 мероприятий организовать для возраста. Кому за 40. Такие праздники какие-то. Народ у нас дружный, на подъем легкий. Все очень ждали. Все вместе помогали. Все много рады. Пока для зрителей шел концерт, за пределами клуба готовились к главной части торжества – застолью. Жительницы села прямо на улице готовили национальные блюда. Кровяная колбаса, подха, мясной суп в огромных казанах. К празднику подошли с российским размахом и хакасским гостеприимством. Молодежи хоть будет куда ходить, а то праздники мы тоже на Новый год дома сидим. А сейчас хоть есть куда прийти, праздники провести, с людьми пообщаться. Мы всегда, вот сколько у нас праздники проходят, вон учителя все готовят и людей угощают вообще. Национальное блюдо, подха называется, сметану ложим так, яичко, соль и муку. Все мешаем, чтобы масло вышло. А через год свой День села отметят в новом клубе жители Нижний Тёй. В деревне уже идет возведение. А вообще программа развития промышленного комплекса и социальной сферы на селе, благодаря которой удалось выделить деньги на строительство, продлится до 2020 года. Так что новые досуговые центры получат жители еще нескольких сел. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Один из благотворительных фондов Хакасии организовал отдых для семей с детьми-инвалидами, о котором они прежде могли лишь мечтать – за городом среди красивой природы. Так в республике действует программа инклюзивного образования, дающая возможность людям с ограниченными возможностями не быть запертыми в четырех стенах, а чувствовать себя частью общества. Рассказывает Олеся Калиниченко. Обычно на горнолыжных турбазах летом тихо и безлюдно. Так было и на базе Сюгешта Штыбского района, пока сюда не заехала инклюзивная смена. Три дня дети с инвалидностью и здоровые дети, а также их родители провели время вместе. Казалось бы, что тут такого – семья выехала на природу. Но те родители, чьи дети имеют серьезные проблемы со здоровьем, как правило, все силы тратят на то, чтобы поставить их на ноги. И времени на простое человеческое счастье не остается. Родители являются тем самым мотором, который обязан социализировать своего ребенка. Это их миссия – научить жить в этом мире. Привить им не только навыки гигиены, но и навыки общения с людьми. Найти свое место в этой жизни. А для того, чтобы его найти, необходимо пробовать, чтобы ребенок пробовал в себе в разных абсолютно ипостасиях. Наталья с мужем воспитывает двух дочерей. Старшая Светлана до шести лет была здоровым ребенком. Но обычная ветрянка дала осложнение, и девочка перестала ходить. Однако это не мешает Свете учиться на отлично, танцевать, профессионально играть в теннис, заниматься музыкой и писать стихи. Это те же дети. И надо прекратить относиться к нему, мой бедненький, несчастненький. Потому что, ну вот вы пожалеете его год-два, пройдет детство, а дальше во взрослой жизни его никто жалеть не будет. И это просто вырастет человек, который будет так же сидеть и жалеть себя, ой, я бедненький, ой, я несчастненький. Вопросами инклюзии в республике уже не первый год занимается общественная организация «Доброе сердце Хакасии». Одно из главных направлений в работе – это создание безбарьерной среды, когда человек с инвалидностью может учиться, работать, ходить в театр, одним словом, жить полноценной жизнью. Людей с инвалидностью, детей с инвалидностью не рассматривают как потенциального заказчика. Это очень плохо. Не все семьи с инвалидностью, имеющие инвалидов, взрослых или детей, они не все бедные. И не все сидят дома. Они имеют возможность, в принципе, вести активный образ жизни. Основная проблема в том, что многие не знают, куда поехать, как поехать. За три дня, проведенной на Турбазе, удалось хорошо подружиться с руководством. Последние обещали по возможности построить специальный гостевой домик, где людям с инвалидностью будет удобно. Что касается развлечений, то скучно никому не было, особенно детям. Мы играли. Та девочка придумала очень хорошую игру «Угрыди яблоки у бабуси». Ну, мы там, где, вот там в доме бильярд есть, мы бильярдные шарики вместо яблок брали и играли. Все вместе? Да. Вам весело было? Да. В планах общественной организации «Доброе сердце Хакасии» организовывает инклюзивный отдых на Турбазе зимой. Зимние виды спорта полезны всем без исключения детям. А для детей с инвалидностью это будет еще и прекрасным средством реабилитации. Есть две истории в жизни у ребенка с инвалидностью, у семьи с инвалидностью. Это плакать, ныть и говорить, как все плохо. А вторая история – это чтобы радоваться жизни, быть счастливым, стараться быть счастливым и делать мир вокруг себя лучше, счастливее. Но мы выбрали вторую историю. В чемпионской команде «Хакасии» новый медалист Саяна Сагатаева взяла бронзу на первых европейских играх в Баку. Впереди более ответственная миссия – участие в летней Олимпиаде 2016. Как спортсменка провела соревнования, в какой форме находится и как готовится к поездке в Рио? Об этом мы спросили у нее лично. Добрый день, Саяна. Добрый день, Николай Федорович. Добрый день. Итак, бронзовая медаль первых европейских игр. Награда очень достойная. Но насколько вы сами довольны этим результатом? Я довольна этим результатом. Но хотелось, конечно, побороться за золото. Я проиграла в полуфинале полячке Сандри Драбик. До этого я с ней уже боксировала. Дважды у нее выигрывала, а в этот раз, может быть, перегорела или что. Я не знаю. Вот. И поэтому в полуфинале я проиграла. И приходится довольствоваться бронзой. Соперник, у которого она уже выигрывала дважды, и легко должна была ее пройти. Вот непреодолимое препятствие. Мягкость в ударах появилась. Не до выключения рук. Вот эти маленькие ошибочки и сказались полностью на результате боя. Саяна, ну а как в Хакасии за вас болели? И как вот особенно болели ваши деревни под камень от Джанкидзовского района? Ну да, за меня болели. Ну я постоянно была на связи. Писали. Осмотрели онлайн-трансляцию на сайте Баку-2015. Вот. Переживали. Ну, когда вот я первый бой проводила, я не знала, что смотрят. Я не знала, что идет онлайн-трансляция. Я просто вышла и боксировала. Вот. После этого боя мне стали все писать, звонить, там, что они переживали. Видели, как я там волнуюсь, там, как я там, ну, наношу удары, там, как я хожу. И после этого у меня такое было волнение, что вот я сейчас боксирую, и на меня смотрят. Скажите, как вы сейчас планируете тренировки? Вот. Что еще нужно для улучшения результата? Ну, сейчас я хочу отдохнуть. Я хочу отдохнуть от сборов, от соревнований. Вот. Ну и потихонечку работать над школой. Ну, конечно, не забывать о физической подготовке, потому что она очень важна. Здесь думаем не только мы. Здесь же сборная команда и психологи, и административные ресурсы весь включены в эту программу. Поэтому все уже расписано по дням. Вот сейчас она буквально восстанавливается. Активный отдых на свежем воздухе, на озере будет. А потом уже в подводящих турнирах путевка-то не завоевана еще на Олимпиаду ни у кого. По крайней мере, в команде девочек. Поэтому в ближайшее время расписаны турниры, в которых будут получены путевки. И хочется, конечно, надеяться, что прежде всего Саяна туда будет попадать. Но претенденток-то еще много. Та девочка, которая в 54 килограмма выиграла Европейские игры, она хочет отпуститься в весовую категорию 51 и поспорить тоже за путевку на Олимпиаду. То есть сейчас главный для вас мотиватор – это летняя Олимпиада в Рио-де-Жанейро? Да, конечно. Я очень хочу принять участие в летней Олимпиаде. Очень хочу представлять Россию. Я хочу прославить Хакасию на весь мир. Я общаюсь там. Многие не знают про республику. Спрашивают, где это находится. Это в Казахстане. Я говорю, нет, это в России. Я хочу, чтобы многие узнали, что есть такая республика и живут такие люди. Я желаю вам осуществления вашей мечты и чтобы удача сопутствовала во всем, чтобы все случилось. Спасибо за встречу. Эти собаки не просто друзья человека, но и его спасители. На этой неделе Абакан стал местом сбора лучших кинологов и их четвероногих помощников. Более 20 расчетов со всей Сибири съехались, чтобы пройти аттестацию и доказать, что их команда самая лучшая. За подготовком к соревнованиям наблюдала Мария Добрынина. Проходить такие, на первый взгляд, простые задания, даже самые опытные, собаки обязаны каждый день. Все эти упражнения имитируют настоящие чрезвычайные ситуации, когда пес должен пробираться по каменным завалам или сугробам. А также это помогает не забывать, беспрекословно слушаться хозяина. Стоять! Вперед! Все участники уже опытные спасатели со своими четвероногими напарниками работают по несколько лет. Однако поучаствовать в масштабной аттестации приехали и волонтеры. Добровольцы из Красноярска в свободное время от основной работы дрессируют своих питомцев. Уровень воспитания такой, что домашние псы могут посоревноваться со служебными собаками. Он вообще аттестованный уже, официально у него поставлен поиск, дополнительно упражнения, все на снарядах умеют, легкое послушание. Чтобы оценить работу команды, максимально объективно был выбран судья с 19-летним стажем. Сергей Воронин из Мурманска, работав в завалах после землетрясений в Турции, Греции, Индии, участвовал в поисках Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье. Он не понаслышке знает, как важно, когда работают профессионалы. Обученная собака в таких ситуациях незаменима. От этой собаки будут зависеть жизни людей. Между прочим, первая работа, куда полетели наши собаки, это был город Абакан, 97-й год, по-моему, обрушение самолета. Для прохождения аттестации кинологи с собаками должны выполнить несколько заданий. Первое – найти человека в лесу. Как отмечают специалисты, это самая сложная зона поисков. Люди часто блуждают и путают животных. Однако для русского спаниэля Семаргла, кажется, нет ничего невозможного. Пес сам рвется выполнить задание. Меньше минуты миссия выполнена. По словам Ольги Гончаровой, хозяйки спаниэля, за 4 года с Семой приходилось не раз выезжать на поиски. Конечно, не всегда эта команда могла похвастаться таким успехом. Слушаться Ольгу спаниэль долго не хотел, но то, что он прирожденный сыщик, было ясно сразу. Он легкий, он подвижный, ему очень легко перемещаться, хоть в лесу, он тут длиннолапы немножко для спаниэля. Поэтому перемещается легко и в лесу, и по снегу, и по завалу. Он дольше не устает. Сам по себе очень легкий, подвижный, очень быстрый, поэтому поиск обычно у нас долго не затягивается. Выступление аттестации сибирских кинологов в летнем сезоне закончилось. Те, кто прошел все испытания, допущен к поисково-спасательным работам на весь будущий год. Следующая аттестация пройдет в сентябре в Барнауле. Мария Добрынина, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия, События недели. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...